В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут говорим о жизни в самом красивом ее проявлении. В начале выпуска стильные решения. Сегодня мы представляем несколько актуальных на данный период времени луков, которые также имеют перспективу в будущем сезоне. Весной и осенью даже при одинаковой температуре воздуха носить хочется совершенно разные модели верхней одежды. Если в октябре душа располагает к уютным борсовым фактурам, то в марте-апреле обычно тянет на яркие цветные куртки и плащи из непромокаемых материалов. В нашей сегодняшней подборке участвуют четыре модели курток из новых весенне-летних коллекций. Итак, этот вариант – элегантная стилизация модели под названием «Бомбер». Стеганная на молнии с градиентным переходом цвета, она может сочетаться даже с платьем в пол. Нейтральный цвет делают эту вещь по-настоящему универсальной. Однотонные модели цвета фуксии и голубого усложняются за счет фактуры. Крупный горох предлагают носить с контрастным черным или серым. Также в образ можно ввести любой другой из модных цветов сезона – в виде шарфа, например, или сумки. И, наконец, сложная геометрия в актуальной и вместе с тем классической черно-белой подаче. В качестве акцента предлагается яркий красный, впрочем, его легко заменить на другой чистый сочный оттенок. Если не терпится появиться в легком «Бомбере» уже сейчас, необходимо будет утеплиться с помощью головного убора и палантина. Ну а в качестве жакета эта вещь будет востребована не только весной, но даже летом. Вы смотрите «Бьюти Тайм» – программу о красивой жизни и ухоженной внешности. Что нового вас ждет в салонах красоты этой весной? Смотрите далее. С годами избавление от лишних килограммов веса не ограничивается лишь одним отказом от сладкого или использованием специальных кремов. Необходимо подключать и регулярные физические нагрузки, и режим питания, и, конечно, услуги косметологов. В нашем обзоре сегодня участвуют актуальные новинки аппаратной косметологии, при помощи которых можно создать правильные рельефы тела. Процедура первая – кавитация. Один из методов расщепления жировых отложений в проблемных зонах за счет воздействия ультразвуковых волн. После них жир приобретает более облегченную форму и быстрее выводится из организма. Кавитация вообще, в принципе, это как альтернатива безоперационной липосакции идет. Кожа подтягивается, качество становится лучше. Ну и второе – это, естественно же, она похудеет. Избавление идет из сулитной корки. Процедур требуется от 5-6, максимум, то есть идет 10-15 процедур. Все взвесит от типажа девушки. Следующая комплексная процедура совмещает радиоволновой лифтинг и вибровакуумный массаж. РФ-лифтинг работает в направлении подтяжки и омоложения кожи, лица и тела, которая также нуждается в разглаживании морщин. Наша кожа именно состоит из каркаса эластинных коллагенных волокон, которых после 25-27 лет их становится намного меньше. За счет РФ вот этого прогревания тепла вызывает обратный эффект коллагена, то есть он начинает останавливаться. За счет этого кожа приобретает очень хороший тургор, ну и, естественно, уже идет похудание. Следующая процедура – ударно-волновая терапия. Рекомендуется в борьбе с тюлелитом и растяжками. Занимает это буквально несколько минут, но эффект заметен аж после трех процедур. И еще с нарастающим эффектом она. Процедура приятная, то есть это безболезненная процедура. Название следующей процедуры – неостимуляция. Воздействие импульсного тока укрепляет мышечный корсет. Электроды воздействуют даже на те группы мышц, до которых практически невозможно добраться даже при активной спортивной тренировке. Процедуры имеют накопительный эффект, который достигается после 10-12 сеансов. Ну и стимуляция, альтернатива тренажерному залу. В основном приходят к нам после тренировок спортсмены или перед тренировками, чтобы получить эффект расслабления мышц. Или после даже соревнований, чтобы уже не было такой перенакаченности. И именно стимуляция, чтобы была мышечного каркаса. И если вышеперечисленные процедуры влияют на распад или уменьшение жирового слоя, то следующее – на выведение его из организма. Тресотерапия изводит излишки воды из нашего организма с помощью вот этого лимфодренажного массажа. За счет этого, конечно же, убирается отечность и убавляются сантиметры в нашем теле. По количеству процедур здесь идет от 10 до 15 процедур. Можно проходить ее каждый день. Конечно, во всем, что касается здоровья, необходима система. Только в таком случае организм откликнется и даст свои стройные результаты. И, как известно, в природе существуют разные типы фигур. А это значит, что для моделирования идеального силуэта специалист подбирает индивидуальное решение. Деларейн. Косметология, бьюти-услуги, массажи и физиотерапия. Салон красоты и спа-центр Деларейн. Братьев Кошириных, 154. 26 февраля в Конгресс-отеле «Малахит» историк моды Александр Васильев представит мастер-класс «Мода весны и лета-2016». Билеты во всех городских зрелищных кассах. Справки по телефону 246-00. Диплекс. Диплекс. Галерея красивых судей. Телефон 211-23-23. Цветочная мастерская «Экзотик». Последние тенденции флористической моды. Букеты и композиции для выражения ваших чувств. Оформление свадебных церемоний. Дизайн интерьера и экстерьера. Галерея цветов на труда. Павильон 3. Телефон 777-1011. Работаем круглосуточно. Весна – время цветов не только в качестве принта на ткани, но и в виде букетов от известных дизайнеров-флористов. Цветочные тенденции наступающего сезона в продолжении выпуска «Бьюти Тайм». Февраль и март – месяц с праздниками, которые требуют от каждого вспомнить о своих близких. Впрочем, не только вспомнить, но и одарить чем-то оригинальным и особенным. Что касается цветов, традиционных презентов, их наши специалисты предложили оформить в композиции, отвечающие актуальным принтам и оттенкам наступающего сезона. Первыми в обзоре участвуют букеты на манер стиля Дольченгабана, оценит которые женщина с яркой внешностью и столь же ярким характером. Тут все и сразу – резкость и плавность, тонкое сочетание активных или близких по тону оттенков, и, конечно же, чем больше разных видов бутонов, тем лучше. Романтичный, с плотно прикрытыми бутонами, без обилия оттенков букет нам напоминает коллекцию «Шанель», которые присущи монохромность и скромная чувственность. Такой букет будет к лицу дамам, чей стиль коренится на минимализме и чистоте линий. Такой букет с преобладанием мелких деталей, игры-фактур в нежных переходах отсылает нас к новой коллекции «Этро». Рекомендуется натурам нежным, но при этом изысканным. Эта интеллектуальная экстравагантность с участием экзотических элементов относит нас к коллекции модного дома Гуччи. Для людей, обладающих такой смелостью, решение нашлось и у флористов. Ну а эти идеи в модном цвете сезона. Этот оттенок дизайнера назвали бледно-грязно-лавандовым. Ну и, конечно, в цветочных коллекциях этого сезона нашлось место флористическому минимализму. Охапка сортовых роз необычного оттенка, трогательные тюкбаны или нежные гвоздики способны также выразить глубину чувств. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что наполняет жизнь красками. В продолжении выпуска картинки с выставки. В этот вечер в Доме архитектора концентрация красивых людей, пожалуй, достигла своего предела. Светское и вместе с тем богемное открытие этой выставки стало ярким во всех смыслах. Цвет вечера жизнерадостный оранжевый. Так решил виновник торжества художник Петр Серебровский. Среди работ – пейзажи Италии, Греции, Урала, абстрактные композиции и портреты. Последние, кстати, обладают каким-то особым магнетизмом. Мне нравятся его портреты. Знаете, я впечатлен. На самом деле я не отхожу от портрета. Если рассматривать то, что он делает в интерьере, это, наверное, все-таки делает любитель. Кому нравится дома, когда что-то нарисовано, то да. Но мне нравятся его портреты. Они очень живые для меня. Очень много души в портретах. Я впечатлен. Я раньше не видел, я вам честно скажу. Вот сегодня в первый раз я познакомился с творчеством, именно с картинами. И на меня произвело большое впечатление. Очень понравилась живопись. В частности, рисунки порогов, притесов. То есть я с тех мест рода, мне очень приятно было посмотреть. Я, конечно, хочу сказать, что в человеке все прекрасно. Он не только прекрасный художник, но и прекрасный отец, муж, прекрасный друг. Хочу сказать, что недавно у него родился сын 28 января, с чем я его очень еще раз поздравляю. И желаю ему всяческих удач. Честно говоря, мне очень приятны и понятны его работы. Они очень чувственные, очень душевные, очень красивые. В открытии принимали участие три поколения серебровских. Папа автора Михаил Федорович выступил с приветственным словом. А дочка Валерия представила несколько своих работ. Ей будет 11 в апреле. Она занимается в эзо-студии у Сергея Михайловича Удалова. Это мой педагог, мой гуру, мой самый главный наставник. Глядя на мои работы, тоже делает абстракции. Ну, воспитание, примером, самое мощное, да, как вы знаете. Ну, мне кажется, у нее получается. То есть одно дело подражает, другое дело, что у нее и цвета другие, и другое видение. Три из нескольких десятков картин, представленных на выставке, стали частью арт-перформанса. Спящий монах продал в поддержку благотворительности. Абстракция разыграна среди гостей. И, наконец, предстала перед зрителями главная интрига вечера. Впечатления очень приятные, потому что и Петр сам по себе очень приятный, светлый человек. И его работы такие же. Если говорить о портретах, то они сияют, излучают любовь, радость, хорошие какие-то эмоции. Если говорить об абстракциях, то любой зритель может увидеть совершенно разные картины в одной. Я предчисляю Петра именно категории молодых, новых, перспективных художников, которые пишут не в традиционной технике, а имеют уже свой почерк. И хочется пожелать удачи, чтобы дальше эта выставка переместилась в другой город. Дальше я самых лучших площадок пожелаю. Я сделал открытие, что существует, сапки, период очень зыбкий, когда ты удовлетворен работой. Потом я себя буду ругать, но сейчас у меня какой-то такой отрезок. Я понимаю, что я делаю, как я делаю, зачем я делаю. И вот так. Быть может, творчество не существует без самокритики, но все же вдохновение оказывается сильнее. Кстати, почувствовать его влияние можно до конца февраля. Напомню, выставка работает в Доме архитектора. Идея Long Fashion Weekend, которая пришлась по вкусу челябинским ценителям моды, вновь соберет этой весной молодых дизайнеров нашего региона. А о том, как снимали имидж к ЛФВ весна-лета 2016, узнала Ирина Ахмедшина. Ожиданием весны охвачены все, в том числе и в модной индустрии. Представить ее образ в тенденциях наступающего сезона решилась и команда Long Fashion Weekend. В главной роли Диана Носова. На сегодняшний день одна из самых востребованных в мире моделей, родом из Челябинска. Моя карьера началась с победы в конкурсе «Супермодель» 2014. И затем я полетела на кастинг в Москву, где меня заметили представители лучших модельных агентств Европы. Они сразу же предложили мне контракты. И затем я полетела в свою первую поездку в Европу – Париж. Это была неделя высокой моды от кутюр. Там я сделала престижные показы, поработала с очень известными фотографами. И просто получила наслаждение от работы в этой сфере. В Москве мое материнское агентство «Грейс» предложило мне контракт в Испанию, где я сделала огромное количество журналов и снялась на обложку очень крутого журнала. Пока не буду раскрывать секреты. И безумно люблю свою работу и счастлива, что здесь сейчас не предоставляется возможность также поучаствовать в Long Fashion Weekend в Челябинске. Во-первых, конечно же, мы учли все тренды в этом видео. Конечно же, у нас есть прекрасные косы, которые есть во всех весенних показах. Конечно же, у нас есть прекрасные чистые лица и яркие акценты на глазах, которые есть во многих коллекциях. Идея нашего промо, конечно, о весне. О том, как вступает весна в наш город. Как она идет, как после ее шагов распускаются цветы и просыпается весь город. И своим жестом мы приглашаем вас, приходите к нам почувствовать нашу весну. Также наступающий сезон ознаменован модным ярким событием Long Fashion Weekend Spring Summer, который в этом году пройдет не просто в виде привычного показа. К нему добавится презентация дизайнеров и шоу-кейс. В этот раз для дизайнеров есть возможность выбрать способ участия в Long Fashion Weekend Spring Summer. Первый способ – это показ. В показе мы будем использовать одежду, более подходящую для шоу, чтобы произвести впечатление на гостей. Второе – это презентация. Презентация дизайнеров во время перерыва, после показа. Дизайнеры выходят, выставляют своих моделей в различные комбинации интересные. Гости могут во время того, как они отдыхают, выпивают, фотографируются, подойти, пощупать, потрогать всю одежду, посмотреть, насколько качественно она шита. И, соответственно, повзаимодействовать с дизайнером, сразу же может договориться о покупке. И также параллельно всему нашему шоу все время будет идти шоу-кейс. На шоу-кейсах будет представлена более повседневная одежда, то, что мы привыкли с вами носить в обычной жизни. В Long Fashion Weekend Print Summer 2016 мы показываем сезон в сезон. То есть мы не делаем на полгода вперед, как это делают все ведущие дизайнеры. Все-таки мы понимаем реалии нашего города, Челябинска, где мы находимся. И народ привык потреблять одежду, которая вот-вот выйдет и которую вот-вот уже можно одевать носить. Поэтому для Челябинска мы пока выбираем этот формат сезон в сезон. Мы обязательно порадуем город дизайнерами из Москвы, из Питера. Также к нам приедут дизайнеры из Десетии. Это тоже маленькие звездочки, которые уже себя показали, проявили на Авроре Fashion Week Russia и на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. То, насколько поднялся уровень челябинских дизайнеров с прошлого года, уступают ли они столичным модельерам в уровне работ и вообще что носить в 2016 году, все это уже в ближайших выпусках Beauty Time. С магазином «Польская одежда» так легко создавать новые образы и выглядеть безупречно каждый день. «Польская одежда» на Сони Кривой 30. Администрация города Челябинска и имидж-клуб Светлана представляют. Семнадцатый фестиваль моды «Платье города». 25 марта. Конгресс-отель «Малахит». В программе показы конкурсных коллекций, дефиле известных людей города, а также гости фестиваля. Анна и Алексей Бородулины с премьерным показом коллекции «Прета-Порте Делюкс» «Дивы». Подробности на сайте светлана74.ру Выпуски Beauty Time и обратная связь наша редакция на сайте bt31tv.ru До встречи! Стилисты проекта «Модный дом. Я» имидж-студия Елены Ивановой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин